Сера, глава 25. Как прилично сединам судить и старцам уметь давать совет. Как прекрасна мудрость старцев и как прилично людям почтенным рассудительность и совет. Венец старцев – многосторонняя опытность, и хвала их – страх Господень. Девять помышлений похвалил я в сердце, а десятое выскажу языком. Это человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Блажен, кто живет с женой у разумной, кто не погрешает языком и не служит недостойному себя. Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. Как велик тот, кто нашел премудрость, но не выше того, кто боится Господа. Страх Господень все превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную. И всякую злость, только не злость женскую. Всякое нападение, только не нападение от ненавидящих. И всякое мщение, только не мщение врагов. Нет головы и девития головы змеины, и нет ярости сильнее ярости врага. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих, и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Не засматривайся на красоту женскую, не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое и лицо печальное, и раносердечное. Злая жена. Опущенные руки и расслабленные колени. Жена, которая не счастливит своего мужа. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукой твоею, то отсеки ее от плоти твоей.